В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Черкейцы возмутились и глава услышал. Сергей Меликов отреагировал на протестную акцию жителей Буйнакского района. Два дня не отвечали на звонки родственников. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти 46-летней женщины и ее 11-летней дочери в Каспийске. Развитие образования в приоритете. В Табасранском районе строят сразу три новые школы. Подробности в выпуске. Шесть золотых медалей в первый же день соревнований. О юношеском первенстве России по вольной борьбе расскажем в спортивном блоке новостей. На массовый сход жителей нескольких сел Буйнакского района, которые выступают против передачи черкейского водохранилища, под частный бизнес отреагировал Сергей Меликов. «Мы обязательно разберемся в этой ситуации. Я поручил приостановить все работы до проведения проверки. Органы власти во всем разберутся», – написал глава Дагестана в своем телеграм-канале. Напомним, выигравший тендер «Росрыболовство» предприниматели накануне привезли катера и оборудование на берег водохранилища, что и вызвало протест местных жителей. «Мы все против этого явления. И если надо будет развивать сельское хозяйство, мы сами будем его развивать. И Буйнакский район – один из передовиков по сельскому хозяйству». Продолжается выяснение причин смерти 46-летней женщины и ее 11-летней дочери в одном из частных домовладений Каспийска. Напомним, что тела погибших были обнаружены 5 апреля, когда родственники взломали дверь дома после безуспешных попыток в течение двух дней до них дозвониться. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. Проводится медицинская экспертиза по установлению причин происшествия. «Росрыболовство» поддержит Дагестан восстановление очекольской системы озер Об этом стало известно в ходе встречи председателя правительства республики с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Стороны обсудили ряд вопросов развития рыбохозяйственного комплекса региона. В частности, тема производства и переработки кильки и наличия запасов рыбы в акватории Дагестанского побережья Каспийского моря. В Табасаранском районе строят новые школы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Проект общеобразовательного учреждения в селе Джульджак на 300 ученических мест уже прошел госэкспертизу. Здание общей площадью более 8 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти блоков, два учебных корпуса для начальной школы и старшеклассников, актовый зал, спортзал и пищеблок. Средства на строительство заложены на 2025 год. Также в районе строятся школы на 500 ученических мест в селе Хурик и на 80 мест в селе Туруф в рамках госпрограммы развития образования. Работа России – время возможностей. Первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Махачкале 14 апреля. 500 вакансий, более 80 предприятий и мероприятий объединятся искателей и работодателей не только из таких отраслей, как промышленность, но и остальных приоритетных сфер экономики республики. Основная цель ярмарки – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Наряду с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости. Ярмарка пройдет с часу дня до шести вечера на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Работодатели не только в республике, но и в других субъектах. Также мы будем рассказывать подробно, какие есть меры поддержки и для работодателей, и для работников. Все участники могут пройти в собеседствии сразу с несколькими работодателями. Эксперты помогут выпускникам вузов, наветь наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а также тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях. И к новостям спорта. Шесть золотых медалей завоевали дагестанские борцы юноши на старте первенства России. Соревнования проходят в Московском на Рафаминске. Медали «Вышепробы» в первый день турнира нашей сборной принесли махачкалинцы Султан Ражбадинов, Рахман Малахмедов и Магомед Идрисов, хасавюртовцы Али Султанов и Ахмат Мусахаджиев, а также Магомед Али Бахарчиев из Сумадинского района. В активе дагестанской команды также два серебра и пять бронзовых медалей. Напомним, что накануне российских борцов юношей допустили до международных соревнований. Поэтому победители турнира в Нарафаминске смогут выступить на первенствах мира и Европы. В Махачкале подведены итоги шахматного блиц-турнира на призы Вадима Густава. В борьбу вступали более 50 любителей древней игры, среди которых были международный гроссмейстер, мастера ФИДЕ, ведущие кандидаты в мастера спорта России. Несмотря на спортивные регалии и разницу в возрасте, все шахматисты играли на протяжении девяти туров на равных. По итогам напряженных встреч победителем вышел чемпион Дагестана среди взрослых 12-летний Таймас Тимирбеков. Вслед за ним идут Мансур Мусаев и Эльдар Магомедов. Из рук почетных гостей турнира они получили кубки, дипломы, медали, а также денежные призы. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok